Приднестровье задержали двух телефонных мошенниц. Они участницы преступной группировки. Организатор за границей. Оттуда обычно и звонят пенсионерам. Говорят, их родственники якобы попали в аварию, срочно нужны деньги на лечение. Вот подробности. Задержали двух женщин. Одна женщина гражданка Республики Молдова, вторая женщина гражданка Приднестровья, уроженка города Террасполь. Связывались также с организатором по телефонной связи. Он им сообщал адреса, по которым необходимо поехать и получить денежные средства. После чего они приезжали по данному адресу, получали денежные средства и скрывались. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подельницы дают показания, рассказывают, как разводили пенсионеров. Началось все в сентябре. Тогда позвонили пожилой женщине в Террасполе на домашний телефон. Сказали, якобы ее сын попал в ДТП. Сообщили, что он нуждается в срочной госпитализации в город Кишинев, где ему должны провести операцию стоимостью 10 тысяч долларов. Потерпевшая сообщила, что у нее такой денежной суммы нет. И тогда они во время диалога договорились о том, чтобы она передала, сколько денег у нее есть, все, которые у нее имеются. Сколько она отдала? 200 долларов США и 1635 рублей ПМР. Следователи говорят, обычно звонит мужчина. Скорее всего, он и есть организатор группировки. Представляется то Александром Евгеньевичем, то Евгением Александровичем. Говорит, что он врач. Рассказывает лже-трагедии. Есть и другая схема. Звонят. Бывает, что они представляются изначально ребенком. Говорят, что мама, вот это я, твой сын пострадал в результате, пострадал в дружно-транспортном происшествии. Переделывают чуть-чуть голос. Якобы он больной, ему необходима срочная операция. После чего якобы передают телефон врачу. Дальше лже-доктор спрашивает у жертвы адрес, куда ехать за деньгами. Тут и подключались подельницы, забирали наличность. Часть оставляли себе, остальное – главе группировки. Были случаи и 6 тысяч долларов, и 10 тысяч долларов. То есть люди, видно, что выносили все, все, что было в квартире, вот они просто взяли и отдали. Из четырех фактов по трем фактам таких мошенничеств у нас люди установлены, задержаны, арестованы, находятся под стражей. Некоторым из них даже получилось и вернуть то, что было у них похищено. Поэтому здесь большую роль играет фактор времени. В том случае, когда потерпевшая сразу же обратилась в милицию, вот о чем я говорил, что буквально в течение получаса она обратилась, оперативным сотрудникам удалось очень быстро перехватить подозреваемых. Задержанным соучастницам телефонного разговора грозит до 6 лет тюрьмы. Организатор скрывается за границей. Где он и как его на самом деле зовут, следствие уже знает. Если вам звонит незнакомый человек, не верьте сразу-то всему тому, что он говорит. Всегда нужно ставить под сомнение. Всегда можно это перепроверить. Даже если вы в этот момент не можете набрать своего родственника. Наберите больницу, номер телефона больницы. Наберите 102. Всегда в 102 можно узнать, было ли совершено, где-то зафиксировано какое-то ДТП. Правоохранители еще раз призывают, будьте бдительны. Если звонит якобы врач и говорит, что случилась беда с кем-то из близких, сразу набирайте родственника, который якобы пострадал, или обращайтесь в милицию по номеру 102.